Девушки отдыхают Девушки отдыхают Воды расходует много, пусть экономит Мне недешево обходится водоснабжение системы очистки Вот что он там делает-то, а? Что он там делает-то? Столько на карту поставлено! Хайп до небес! Отшелик шкерится, а? Не должно там быть таких мест! Не должно! Девушки отдыхают Давай-давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Выходи-выходи! Давай-давай! Выходи-выходи! Выходи-выходи давай! Ну! КОНЕЦ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тюха, матюха. КОНЕЦ Матвей, Матвей! Я в бункере. Отшельник умер. Странно. Тут рядом есть надписью «Хозботка». А в туннеле всюду валяется в хоз инвентарь. Здесь шел бой жертвы с убийцей. Прости, в легкий беспорядок. Не спеши насчет убийцы. Может, это несчастный случай. Это бункер. Сюда войти не так допрос. Не то, что газ пустить. Ну, скоро мы поймем. Кто, кто и как. Тут везде видеокамера. Я знаю, где тут монитор. На мне место техника. Выхлопов покажем. Пойдем. Запись с камерой шла на флешку. Ухов Матвей Иванович, 1997 года рождения. Модный блогер. Совсем молодой. А теперь вечно молодой. Вел блог «Житуха, оттюхи, матюхи о выживании в любой среде, включая мегаполисы». Сам-то ухов из маленького подмосковного Тихоярска. Что не помешало хайпу. Сетевая революция уравняла столицу и провинцию, и смела границы. А что он делал в том бункере? Нас просидел. Я ролик в блоге покажу, там все разжеванно. С вами «Житуха, оттюхи, матюхи». Наш блог меняется. Вы увидите меня в реалити-шоу из бункера. Я вписался сидеть там без инета полгода, а то и год. Моя Нелли. Привет. Будет вести блог. Я комментирую свои берлоги. Все меня видят и слышат, а я никого. Это главное правило великого сидения в бункере. Стартует великое сидение тюхи, матюхи. Выживет ли блогер без инета? Голосы в нашем блоге. Нелли Сергеевна Ухова, супруга Матвея. То есть, уже вдова. Борис, что у нас там по трупу, Борис? Гиберемия, конъюнктивы и слизистый. А истечение розовой пены изо рта – это поражение газообразным хлором. Сильная концентрация или мощный поток. Совпадает с показаниями техника. Он застал в бункере желтый-зеленый газ. 21-ю мировую хлором травили солдат на поле боя. Также на трупе есть ссадины и гематомы от ударов ребристым предметом. Ухов и тот, кто на него напал, катились с лестницы. Она вся как бы состоит из ступенек. Да неужели? В таком случае синяки будут и на нападавшем. Ханомыш, Бойль, откуда там хор? Убийца приехал с балой? Скорее подали вентиляцию. Бункер, где погиб Ухов, построили вы? Моя фирма. С поста. Это наш промо-объект. Мы будем строить такие убежища на территории подмосковных усадеб. И рядом с загородными домами. Это на случай конца света или глобального потепления? Да, да, да. И терроризма, и войны. Вы, кстати, не в курсе, что во всем мире давно наблюдается бункерный бум. Только обычно в бункере житель – это отшельник. А я буду строить целые подземные поселения. Целую сеть убежищ. Вы по этому фирму назвали Спасстан. Спасительный стан. Догадливый. И вы решили плести сети здесь, в Тихоярской, а не в столице? Вообще-то сюда можно легко на автомобиле доехать или на вертолете. А при ядерном ударе Москва – цель номер один. А как Ухов оказался в бункере? А у него личный блок о выживании. Вообще, Ухов, он идеален для бета-тестера. Если бы он усидел в бункере полгода или год, то это уже реклама. Реклама комфортабельности. А он совсем был отрезан от мира? Да, он ни с кем не контачил. Но при этом его видел и слышал каждый. Абсолютно круглосуточно. Вот, здесь отмечены все камеры. А в чем был интерес Ухова? В крупном гонораре, который, кстати, утраивался, если бы он усидел год. Я и аванс выдал. А камера здесь есть? А это подсобка, тут и людей-то нет. Ну, это санузел. Тут, сами посудите, снимать отшельника на горшке как-то не камильфо. А у кого еще был доступ в бункер? Только у меня. Ну, и у техника, который в случае тревоги бы приехал, если, например, в бункере бы дверь взломали. Ну, он и приехал. Кстати, Ухов мог сам в любой момент выйти наружу. Потеряв гонорар. Ну, разумеется, в этом вся и суть. А что насчет смерти? Это по правилам прогрош или выигрыш? Смерть. Смерть засчитывается в пользу Ухова. Как обстоятельства непреодолимой силы? В бункере убежище после драки с неизвестным погибает от поражения хлорным газом известный блогер Ухов. За солидный гонорар он должен был просидеть в изоляции полгода. Все происходящее транслировалось в интернет с множества видеокамер. Ухов сам открыл люк, но непонятно, кто и как пустил в бункер хлор. Я сопоставил места установки камер с записями, нашел слепые зоны для видеоконтроля. Не только хозбудку и санузел. Слепых зон гораздо больше. Мне звонят все. Спецслужбы, Минобороны, проще сказать, кто не звонит. У нас убийство боевым отравляющим веществом. Есть мысли, откуда взялся газ? В бомбоубежище вентиляция – это аварийный выход при блокировке основного. Камер там нет. И выход можно использовать в обратном направлении, на вход. Семен Семенович, опять? И эта камера не подключена. Ну, косяк. Мой косяк, признаюсь. Твой, твой. Открыть. 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 Опа. Леня, тут ступеньки. Надо пробы взять. Этот человек напал на вашего мужа. Лица не видно, но присмотритесь к фигуре, росту. Не знаю. Да и вижу сейчас плохо. Подписчики посят донстопом. Я все глаза в блоге проглядела. О, Ксенок. Туалетный очиститель. Хлопочист. Беззараживатель поверхностей. Так они еще и пустые. И что? Они произведены в Тихоярске. И что? Хлопочист. От слов хлор и чистить. Но простой спрей не выдал бы чистый хлор. А если смешать спреи? Они же скреплены скотчем. Из бытовой химии знаешь, какой яд можно намешать? Хлор плюс аммиак или уксус. Это страшная штука. Буксенки и уксусная кислота. Ну что, займемся химией? Жесть. В смеси спреи выделяют хлор. Но кто же их так продал-то? А есть же список вещей. В бункере в начале Великого Сидента разрешил. Нет, ни хлопочиста, ни у Ксенка. Смотри, распылители повернуты, чтобы дать общую струю. Их скрепили так специально. Портативная душегубка. Но кто ее запустил? Парень в балаклаве, но он и сам бы погиб. Но он кашлял. Газ пошел при нем. Может он знал про газ, поэтому и убежал? Товольщик тугой. Старый крякнулся, поставил, какой был, от наружной двери. А там только инвентарь. Интересно. Краска двух цветов. Так, пустые спреи такого же цвета. Следы на одном уровне. А ну, держи, держи дверь. Этими цветами кое-где стены выкрашены. Ну, подкрасить, если где. Леня, дверь медленно прикрывай, а ты отойди. Отойди, отойди. О. Давай, 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 давай. Вот так здесь газовая атака и появилась. Эти пустые спреи двери выталкивают. Конгельцы. Оксан, глянь, тут на видеохостинге реклама Великого Сиденья на букмекерском сайте. Офшор, у них тут ставки в криптовалюте. Ставки на то, усидит тюха-матюха до несгораемого полугодия года или нет? Или сорвется? Я бы поставила на его срыв. Почти все так и ставили. Все они под никнеймами. Проебью и хайпишники. Сейчас они спорят, проиграл Ухов или нет. Да, он открылся, но он же не вышел. Жертва Великого Сиденья. Дузер или Вина. Делай выбор. Там ставили на все. Бросит Люха в зарядку, потолстеет ли. Ну, уже не потолстеет. Ну ладно, я домой. Нашел кандидата. Игнат Ляпин по кличке Тяпа. Доморощенный пиротехник. Осужден условно за взрыв бомбы в камере хранения магазина в нерабочее время. А вот часовой механизм бомбы. Двенадцатый часовой формат. Он мог по ошибке вместо режима до полудня выставить режим после. А если бы выставил до полудня? Бомба взорвалась бы в час пик. Под ником Ляпкин Тяпкин Ляпин сделал ставку, что Тюха-матюха не усидит в бункере и полгода. Ляпин живет в Тихоярске рядом с бункером. По диалокации он вертелся возле места убийства. Он по фигури подходит. Черт! Пустим минутку. Ну будь человеком, будь, я тебе чистил вирусы после порнутия. Игнат Сергеевич Ляпин? Да! Вы задержаны. Не вы. Игнат Сергеевич, вы на форуме угрожали Ухова расправой. Тюха-матюха бросил свой блок. Это все равно как родину предать. И вы казнили предателя. А теперь на форуме идут споры. Смерть Ухова победа или поражение. Вы, конечно же, на стороне проигрыша. Еще бы. На проигрыш вы и ставили. Вы и раньше синтезировали яды в домашних условиях. Вон, соседа своего чуть парами не убили. Руки покажите. С другой стороны. А, это я в интернет-кафе подрался. Может, проверить. У вас дома целая химическая лаборатория. И на месте преступления вы были. Откуда вы узнали, что Ухов откроет дверь? Вы его спровоцировали? Да никого не провоцировал. И в бункере был другой человек. Я его видел. Да, я ненавидел тюху-матюху. Он хайпажер. Раз ловил хайп на модной теме. Второй поймал, когда он в бункере сел, как монах. Надоело. Я и дома в четырех стенах. Но хоть могу, когда захочу глотнуть свежего воздуха в окно. Этот жучара и в бункере хайпанул. В третий раз. Он же вел репортаж. А его жена вела блог. Он же сделал бункер филиалом своего блога. Дома днем сплю. Ночью блогеру. Иногда выхожу на улицу. А тут нельзя, когда хочешь, увидеть небо. И его, блин, не хватает. Смотрю трансляцию и слышу. Этот тюха-матюха решил на елку влезть и зад не отцарапать. Ночного неба ему не хватает. А может, пойти ночью, открыть, хапнуть ветра, звезд и обратно запечататься. Условия нарушать не стану. Из порог не выйду. Тут смотрю трансляцию. Вижу. Он к шлюзу идет. Дверь открыл. Ну, думаю. Я тебя оттуда вытащу. Ты в ауте, а я в шоколаде. Ну, меня опередили. В бункере-убежище после драки с неизвестным погибает от хлора блогер Ухов. Он сидел в изоляции для рекламы фирмы, построившей бункер. Так называемое «великое сидение» транслировалось в сеть. На букмекерском сайте делали ставки. Среди поставивших на пройгерщ Ухова некий Ляпин. Он же был в соте бункера во время убийства. Но Ляпин утверждает, что там был еще один человек. Ляпин сказал, что дрался в кафе. Я проверил. Дрался. Правда, дрался после убийства. И на нем нет гематома от лестницы. А убийцы и жертвы падали вместе. И слизистые Ляпины, не повреждены хлором. А на видео напавший кашлял. Это не Ляпин. Я могу все потерять. Тихо, 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 Сеня. Спокойно. Шантаж-то не твой стиль. Я тебе гарантирую, все вложенное. Вернешь с прибыли. Ну, это уже не от вас зависит. А вот тут ты себе не ошибаешься. От меня здесь все зависит. Смотри сюда. Да ладно. Это официально? Я ж тебе говорю. Все вернешь с прибылью. А пока найди их где залечь по-тихому. Ну, пока не рассосется. Фас лохов не держит. Давай, давай. Это что такое? Вот тут что, в осаде? Нет. Но к вам возникли вопросы. И к вам. Распостановление на обыск. Яркая тишь. Чудеса тихоярского нейминга. Главное, местные СМИ. В бункере газет целая пачка. Слушай, а номер вышел, когда великое сидение уже шло. Так вот в бункере газет. Кто-то ходил в бункер по шахте. На ступеньках в шахте земля с улицы возле бункера. Вечдок из обысков. Это не все. У меня еще есть. Рук не хватило. Я сейчас. Этим инструментом Ухов заменял сгоревший в шахте вентилятор. Ухов провел ремонт сам. Я помню, даже ставки делали. Починит или нет. Как он разобрался? Что и чем ему менять? Где инструмент взял? Газеты вот эти вот. Кроссовки Выхлакова были в шахте. Вы тайком ходили в бункер через шахту и слепые зоны камер. Да мне Галяшкин велел. Да в рекламе бункер. Конфетка. Все чуть ли не само работает. Нам нужно каждый день что-то подкручивать и менять. Матвей газеты просил. Он их в сортире читал. Вы с ним общались? Нет, только газеты оставлял. За что вы Ухова-то убили, Евгений Михайлович? Я? С ума сошли? Мне-то зачем? Вы были в курсе планов. Ухов открыть дверь. Он мог выйти, рассказать про все нарушения. Это обнулило бы все ставки. Букмекерская контора не моя. Но вы под ником Гала делали ставки на проигрыш Ухова. Так у меня там не один аккаунт. Я под другими никами делал ставки и на выигрыш. Вы поймите простую вещь. Дело не в тотализаторе. Дело в рекламном убежище. Галяшкин прав. Ему это совсем не выгодно. Функция бункера защиты и смерть не умпаха рекламы при любых раскладах. Вы писали, что Ухов открылся, значит проиграл. Зажали гонорар вдове, разве смерть Ухова это не означает досрочную победу? А у вас устаревшие данные. Я сегодня на форуме написал, что признаю победу Ухова. Мне гонорар Ухову это крохи. А признав его победу, я завоюю сердца публики, понимаете? Не врет. Вот он пишет, признаю смерть тюхи-матюхи его победой. Ухов все же посмертно выиграл. Привезли видео с камеры на магазине, недалеко от бункера. Вот Выхлаков едет к бункеру. А сигнала об открытии двери еще нет. Я уж не говорю о том, что его сотовый вообще отключен. А вот сейчас, когда Выхлаков уже проехал к бункеру, был сигнал, что дверь открыта. И как он узнал? Ну, это еще не все. Я не понял. После сигнала о вскрытии он уехал от бункера? Опять подъехал? Что он делает? Да. Выхлаков снова поехал к бункеру и включил сотовый. И тут же сообщил про труп и газ. Я вычислил игрока Волхалу. Это Выхлаков. И он делал ставку, что Ухов не сорвется. Выйди, Ухов. Выхлаков проиграл бы. И он это пресек. Ну, откуда он узнал, когда будет Ухов? Советую вам признаться. Вы убили Ухова, потому что смерть в бункере – это его победа. И ваша. Вы приехали к бункеру и снова уехали. И снова вернулись. Ну и что? Я никого не убивал. Вы надели маскировку и убили Ухова. Сбежали, переоделись и вернулись, якобы найдя труп. Бред. Я поехал на профилактику. Хотел зайти через шахту, а там дверь вскрыта, и ворвался кто-то. Я испугался и сдал назад. Все. Но тогда зачем вы вернулись? Подумал, что обязан приехать на вскрытие двери. Но забыл я, что мобилу отрубил. Да, здесь я ошибся. Вы ошиблись, решив заработать убийство. Вы задержаны. Но в Ихлакове следы хлора. Но это объяснимо, ведь это именно он обнаружил труп в загазованном шлюзе. Но зато на нем нет следов драки и гематом от ступени. А если он в сговоре с убийцей? Ну зачем ему тогда ехать туда во время убийства? Выждал бы. Ясно от нам. Ихлаков точно знал, когда откроется дверь. А мне вот покоя газеты не дают. Зачем? Что ему скучно было? Мог бы что-нибудь поинтереснее заказать. Местной газетенке. Вживаешься в образ отшельника? Я выяснил, что именно Ухов читал в этих газетах. Страница частных объявлений. Серповидно, клеточное, анемия. Смертельно опасно и коварно. Хватит сидеть, помоги близкому, на грани жизни и смерти. Похоже на крик о помощи. Там и телефон. Но я проверил, он левый. Как только редакция открылась, я им позвонил. Это объявление подала Нелли Ухова. Да ладно. И что это значит? Тут есть и другие выпуски. Ухова и раньше давала странное объявление. Дело мужчины идти до конца. А дело женщины ждать. Это письма Оксаны. Так Ухова общалась со своим мужем. Вот для чего он просил эти газеты. Обычный побочник. Серповидно, клеточное, анемия. Это отслоение сетчатки. Оно на снимках глазного дна Уховой. Отсюда ее и проблемы со зрением. Вот ее медкарта частной клиники. Серповидная, клеточная, анемия, быстро прогрессирующая. Конечно, могут помочь столовые клетки. Но Ухову это не по карману. Теперь по карману. Ухов посмертно выиграл. А гонорар получит его вдова. Думаешь, эта Ухова организовала посмертную победу мужа. Но как она узнала время выхода? На сайте стройфирмы Галяшкина есть архив видео из бункера. Некоторые файлы отсутствуют. Раньше явно были, а сейчас ссылки мертвые. Это видео из комнаты. В одно время, девять вечера. Ухов, Новость смотрел по телевизору. Зачем их все удалили? И кто? Ну, на второй вопрос я, возможно, отвечу. Удалить запись анонимно крайне сложно. Почти нереально. Наверняка кто-то сохранял себе трансляцию, чтобы позже посмотреть. Зря удаляли. Мы все нашли у игроков. Многие же сохраняют потоковые видео. И мы знаем, что вы удалили. На пропавших кусках видно, как Ухов, глядя в телевизор, крутит ногой. Якобы привычка такая. Мы поняли, что это не привычка. Это точки и тире. Есть паузы для знаков, для букв, есть для слов. Азбука Морзе! Ухов с помощью ноги посылал тайные сообщения. Писал жене в трансляции, а она ему в газете. Недавно он написал ей, когда выходит, чтобы разделить бремя болезни. Как вы об этом узнали? Матвей спрашивал что-то типа, Сеня, ты же на флоте служил. Вас учили морзянки, да? И вас не удивили эти вопросы? Удивили. А тут вижу, он ногой бьет морзянку. Но я молчок, и Галяшкину ни слова. А то тю-тю, тотализатор и моя ставка. Поэтому я потом видео подтер. Вы знали, с кем он общается? Нет, но узнал, когда выходит. Он мне еще до сидения сказал, Сеня, мне кровь из носа надо досидеть. Но я на него все поставил. Даже уродни занял. И убили его, чтобы он выиграл. Да нет! Я наоборот ехал, чтобы его отговорить. А там дверь Настеж, и лезет кто-то. Но я и сдал назад. Но я же потом вошел и полицию вызвал. Да, мы договорились про газеты и морзянку. Но страшно же столько времени без связи сидеть. Вы написали мужу про обострение вашей болезни. И он решил выйти и быть с вами. Но без его гонорара вас не вылечить. И ждать год нельзя. Вы на что намекаете? Что это я убийцу подослала к Матведову? Что? Наконец-то! Значит, поверили? Отпустили? Под подписку, мам. Я занята. С вами Нелли с последними новостями. Я, кажется, знаю, кто напал на тюху-матюху. Голосуйте, где мне озвучить его имя? В блоге? Или в ФС? Здравствуйте, Илья Борисович. Гражданин Кожемякин. Вас опознали на видео. На вас синяки от драки и от падения с лестницы в шлюзе. И следы поражения хлором. Драку признаю, но я никого не убивал. Ловко вы меня на живца взяли, да? То есть Ухова грозилась меня выдать, а сама уже вам сдала? Да. Но мы сами вас нашли. Мы понимали, что Ухова может подослать убийцу к мужу. Ухова скрыла болезнь от нас. А может, и от мужа скрывала до последнего. На год он ее больную не стал бы бросать. Или их брак трещал по швам. Ей часто звонил некто Кожемякин. Вот он. Сравним его с убийцей. Почему вы не сказали мужу про то, что ваша болезнь прогрессирует? Не знаю про ухудшение, он бы не сел в бункер ни за что. А потом вы подослали любовника. Да это же Кожемякин. Матвей ему денег должен. Он как-то узнал про аванс. И явился к нам, требовал отдать. Зачем вы пошли в бункер? Мне Ухов деньги длил. А он собака аванс получил и спрятался. А баба его про деньги не знали. И вы решили, что аванс у него? Хотели забрать? Кто назвал вам дату и время выхода Ухова из бункера? Это опять мы. Мы к вам, Нина Павловна. Вы ведь раньше работали на химкомбинате, так? Полгода работала. Он тут это, градообразующий. А что? Ваш зять отравлено смесью из продукции химкомбината. Хлопочистая укусенка. И Кожемякин сказал, что именно от вас он узнал, когда Матвей выйдет. Мам! Это ты? Ты? Дочь! Наши тогда чуть не прибили. Вы сдали зятя не поэтому. Он хотел выйти и выйти с больной женой. Но так бы потерял гонорар. Ты всегда его ненавидел? А вот за что его было любить? Он же... Да он влез в долги по уши. Он ничего вообще не делал. Разве это работа для мужика трепаться? Я ждала, что он в этом бункере хотя бы заработает. Заработает, когда умрет? Неля! Неля, 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 Нелис. Не слушай их. Неля! Да подожди ты! Как бы я попала в этот бункер? Ну сама подумай. Костя, она права. И потом тот, кто устроил газовую атаку, учел только доводчик. Пицца очень хорошо знал бункер. Очень хорошо. Это вы принесли в бункер спрей? Лучше признайтесь сами. Мы все равно выясним, где и у кого вы их купили. Ну я принес. Матвей попросил, сказал, для бытовых нужно. Неля Сергеевна, ваш муж знал про опасность фапочиста и у Ксенка. Да, мама нам обоим рассказала. Мне очень жаль, но ваш муж покончил с собой. Он узнал о прогрессе болезни и понял, что нужен дома. Но выйдя, он терял гонорар. И он нашел выход. Он сам устроил газовую атаку в подсовке. Там камер нет. И на камере тоннеля дверь не видна. Последняя запись он ведет себя очень торжественно. Он готовился к смерти, решив пожертвовать собой. Закончить великое сиденье победой. Чтоб гонорар пошел на ваше лечение. Для этого ему нужна была смерть в бункере. Но не по его вине, не суицид. Ваш муж заранее навел Вахлакова на морзянку, чтоб то знал о выходе и мешал ему. В смерти обвинили бы техника, когда вышли на его морской опыт, морзянку и ставку на стилизаторе на победу. Но пришел вовсе не Вахлаков. В 치료ре доступна которой еще пришел. Новый год. Поехали! Новый год! Новый год. Новый год. Новый год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваш муж умер, так и не узнав, кто на самом деле к нему приходил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ты! Ты, Невелака Жемякина! В ответ все равно бы умер. Он сам так решил, ты не поняла. Ты умница. Зато мы тебя вылечим. Боюсь, при сицидии ваш муж будет признан проигравшим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы никому ничего не говорите, а? Ну, знаете, скрыть ничего не получится. Слишком громкое дело. Популярность не только плюсы. Плюсы. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал «Телероман». Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Вирусная эпидемия Эбулы в Африке – это только начало. Предвестник катастрофы, которую ожидает человечество. Против смертоносных вирусов, которые разрабатываются в секретных лабораториях, нет вакцины. И когда вирусы вырвутся, а не вырвутся, поверьте мне, цепную реакцию не остановить. Человечеству наступит конец. Тём, а наш вирус также опасен? Куда опаснее, Ноль. Эбулы, это так, пустяки. У вируса ЗАД инкубационный период всего несколько часов, понимаешь? А потом смерть. Ну, если получить вакцину, это гарантированная Нобелевка. Миллион евро. Не шутка. Вот только вот наш шеф Зуев, гад, мечтает наложить руку на мои исследования. Что-то твоя мартышка сегодня возбуждена, Королёв. Плохо спала? Да всё с ней в порядке, Станислав Фёдорович. К опыту всё готово. А лаборантка где? Извините, пожалуйста. Чёрт эта, тварь, меня укусила! Служба спасения. Чем я могу вам помочь? Помогите, меня с родителей с опасным вирусом. Умоляю! КОНЕЦ КОНЕЦ Позвонившую службу спасения, девушка утверждала, что заражена вирусом. Провели номер. Выяснилось, что девушка-сотрудница не микробиология, а генетика. Решили не рисковать. Грюцов эвакуируют. Кровь в глазах. Признак вирусного заражения. Мы готовим полную дезинфекцию. Будем обрабатывать подъезды, все квартиры, доме ультрафиолетом и обеззараживающим веществом. Что? Это же убьёт всё живое, включая ДНК. А это необходимо для расследования. А что исследовать после вашей сыном обработки? Концентрация формальдегида? Я всё понимаю, но у меня приказ. В общем так, мы обеспечим безопасность и транспортировку улик в специальном контейнере. А труб девушки мы доставим без особого риска распространения вируса. Так что всё будет в порядке. Поры с этого сфориозного белья обнаружатся следы сексуальной активности. Девушка уж точно не монашка. Цветкова Инна Анатольевна. Цветкова. Двадцать лет. Запускни. Санитары! Забирайте тело! Кровотечение из всех внутренних органов. Лёгкие печень. Органы, можно сказать, разрушаются прямо на глазах. Классическая картина геморрагической лихорадки. Ну, типа Эболы. Наиболее опасные из известных штаммов. Воздушным капельным путём не передаются. Только через слизистые или кровь. Свежий след от инъекции. Вирус мог попасть в организм через укол. Теоретически, да. Но это след от укола против столбнячной сыворотки. Я сделал анализ. Вирус мог попасть в организм через вот эти вот царапины. Галь, это однозначно ногти, а не когти. А теперь взгляни на кровь. Антидепрессанты снотворные. Медицинские рецепты. Все выписаны на Цветкову. Держи. Так. Угу. Если приняла лекарство, могла пропустить начало действия вируса. А если ещё алкоголь и глотнуть, то и вовсе не разбудить из пушки. Держи, Костя. Костя. Образцы отделения с простыней принадлежат Цветкову и неизвестному мужчине. Если Инна в момент секса уже была заражена, она могла передать вирус партнёру. Это... Это риск эпидемии. Что там с её пропуском? Цветкова в ней микробиологии. Генетически работала в лаборатории, занимающейся изучением вирусов и разработкой вакцин. За границу, а уж тем более в Африку, Цветкова не выезжала. Значит, вирус из неи. Троицкий, Павел Васильевич, заместитель заведующего лаборатории. Майор Лисицын, федеральная экспертная служба. Это вот мой коллега, старший лейтенант Субботин. К сожалению, я не смог дозвониться до заведующего. Мобильный Зуева недоступен. Он выключен со вчерашнего вечера. То, что случилось с Инной, ну, с Цветковой, это ужасная трагедия. Вы думаете, это связано с... Прошу. Перед звонком в службу спасения Цветкова звонила какому-то Королёву, но не дозвонилась, отправила СМС с обвинением в заражении. Королёв перезванивал, но Цветкова уже звонила в службу спасения. В процессе, видимо, она потеряла сознание и умерла. Лисицын звонил. Артём Королёв работает в этом же не микробиологии. И мобильный его, убы, тоже недоступен. Королёв наш ведущий учёный. Лидер по научным публикациям, индексуализирования и всё такое. Но немного того. С приветом. Все сюда! В своей квартире от смертельно опасного вируса умирает Инна Цветкова, лаборантка НИИ микробиологии и генетики. Перед звонком в службу спасения Цветкова написала СМС некоему Артёму Королёву, обвинив его в своём заражении. Сотрудник лаборатории Троицкий подтверждает, что Королёв и Инна работали вместе. Это Зуев, наш зафлак. Затылок разбит. Мог разбить при падении, окрая стола. У Станислава Фёдоровича полгода назад погибла дочь. Он стал задерживаться на работе, выпивать. Ну, мы все, конечно, знали, сочувствовали. Костя! Взгляни-ка! Похоже на курс. Так, быстрый подел. Чем ваша лаборатория занимается? Ну? Мы изучаем редкие вирусы. Это совершенно секретно, вы понимаете? То есть вы хотите сказать, что прямо тут планете спиртоносный вирус? МИИ получает гранты. Эти разработки нужны для предотвращения возможных угроз биотеррористов. Но пока что ощущение, что именно ваша лаборатория стала угрозой. Последние полтора года мы изучаем вирус Зет. Судя по симптомам, Зуев погиб от него. Как этот Зет распространяется? Ну, воздушно-капельным путём не передаётся. Единственная хорошая новость. А как вирус действует? Ну, если без научных подробностей, то если вирус попадёт в организм, инкубационный период 6-8 часов, затем смерть. Процент смертности? 98 целых и... А сколько долго вирус живёт вне живого организма? Не больше часа. Это не бактерия. Вирусу нужна питательная среда определённой температуры. Я думаю, что труп Зуева уже не биоопасен. Да? Ну так снимайте свой биокостюм. Снимай, снимай. Павел Васильевич, вызывайте сотрудников лаборатории. Да, да, конечно. Труп, может, и не биоопасен, но подстраховаться не помешает. Причина смерти – тот же вирус. Симптомы идентичны. Время смерти чуть и раньше цветковые. Что скажешь про укус на руке? Укус обезьяней. Заражённая подопытная обезьяна? Ну, как ты знаешь, у обезьян некоторые вирусы могут жить без вреда для животного. Но они будут носителями, а укус смертельным. Как крысы-переносчики чумы. И у Зуева инъекция. В крови противостолбнячная сыворотка, как у цветковой. А ему не помогли удариться о стол? Сложно сказать. И зачем его бить по затылку, если у Зуева смертельный вирус? А потом, Зуев был сильно пьян. Он вполне мог потерять равновесие и упасть, когда вирус подействовал. Вырубился и уже не очнулся? Да. Ну, гениальный вирусовый Королёв так и не появился. И почему это я не удивлён? Потому что телефон до сих пор недоступен. Так, объявляем-ка его в розыск. Мобильник Зуева заряжен, но звонков с него не было. Умер, не успев понять, что происходит. Поты жировые с простыней Цветковой совпали с ДНК Королёва. Это он занимался с ней сексом. Какие взаимоотношения были у Королёва с Цветковой? Вы шутите? Цветкова красотка. К ней магии подкатывали, но эффект нулевой. А Королёв подкатывал. Для него, кроме науки, ничего не существовало. Вы знаете, я думаю, что он всё ещё девственник. Злые языки шутили, что он своей обезьяной мутит. Подопытная обезьяна не агрессивна, контактна. Королёв, ты её болтать решил, что ли? Пригласи лучше даму в кино или в театр. Тогда, может быть, она станет к тебе благосклоннее. Королёв работал с подопытными обезьянами, одну из которых привёз из командировки в Африку. Его любимица. Кстати, вчера с ней ставили опыт. Чёрт ты, бать, меня укусила? Обезьяну укусил-то зуму? Меня рядом не было. По идее, могла и других еле оцарапать. Животное реально было не в себе. Укусы обезьян неприятная вещь. Ну, как же, ты мы с Зуевой сделали у кого-то остатника? По регламенту положено. Всем троим сделали инъекции Королёву, Зуеву и Цветковой. А такое часто случается? Бывает, но животное не было заражено. Они все трое были без биокостюмов. Станислав Фёдорович, обезьяна, обезьяна, здорово! Я уверяю вас, здорово! Свободен! Что такое? Если животное было здорово, как вирус попал в организм Зуевой и Цветковой? Неясно. Все сотрудники живы. С таким коротким инкубационным сроком вируса никто из них не заражен. Сто процентов. Поскольку до сих пор непонятно, что произошло, задерживаем всех сотрудников лаборатории. Мониторим больницы по обращениям с симптомами вирусного заражения. Кстати, а что у нас с розыском Королёва? Результатов пока нет. Наверное, Зуева успокоили оправдание Королёвой, он не стал обращаться к врачам. Если бы история выплыла, Зуеву дали бы по шапке за нарушение правил техники безопасности, а также возможную утечку вируса. и тогда плакали жирные гранты из-за гран-командировки. Волосок с Агназуева, который Субботин нашел? Это обезьянь, волос. И как она умудрилась сбежать? А где хранился вирус? У Королёва. В специальном сейфе с поддержанием температуры и питательной средой. Вот. Вирус выдавался под роспись. Это препарат строжайшей отчетности. Строжайший. А сейф работает автономно? Вирус не погибнет? Автономно. Обезьяна идеальный переносчик. Она кого угодно может вкусать. И начнется цепная реакция. Придется информировать население. Ролик по радио и ТВ. сбежала обезьяна агрессивно и возможно даже больна. Если кто-то увидит сразу сообщить и не приближаться. А может быть награду объявить? Хорошая мысль. И ни слова про вирус. Только паники нам не хватало. Если Зуев и Цветков оказались заражены вирусом обезьяны то может Королёв уже мертв? Да уж. В один секс инфицированный ничего стоит. Да и в эксперименте с мартышком тоже участвовал. Может поэтому мы его и найти не можем. Пока нам, можно сказать, везет. Потенциальные разносчики вируса Зуев и Цветкова больше никого не заразили. Да, почему же все-таки обезьяна оказалась зараженной? Непонятно. Если это несчастный случай во время эксперимента, почему тогда Цветкова в предсмертной СМСке обвинила Королёва? Кого ей обвинять? Мартышку что ли? Ладно, поехали на опуск Королёва. Ага. Замок сломан фиксатор расшатался. Слован специально? Не факт. Обезьяна вполне могла открыть клетку. Естественный отбор Дарвина еще никто не отменял. Сначала наши предки слезли с дерева, потом взяли в руки палку, потом открыли клетку. Мы научились ломать сейфы. Так, питание автономное, но... незамысловатый код. Комбинация из четырех цифр? Десятки тысяч. Будем все перебирать. 1-2-0-3 это 12 марта. День рождения мамы Королёва. Я только что смотрела ее данные. День рождения «Музыка» в контейнере вирус судя по журналу учета Королева и количеству вирусов в контейнере весь вирус на месте 20 кубиков вируса этого хватит, чтобы отравить 80 миллионов человек авиабилет в Швейцарию бронетели программа симпозиума а что если Королев хотел вывести вирус за границу зачем? на продаже ну и у тебя вирус на месте мышка отравлена ее укус уже смертелен даже при минимальном знании микробиологии нет никаких проблем размножить вирус в живом организме слушай, как по бумажкам все тип-топ весь вирус под замком точно, Королева командировали в Цюрих Зуев хотел сам ехать но зарубежные партнеры настояли на Королеве а как к этому Зуев отнесся? рвало металл кто ж не хочет летать в Европу за счет НИИ они вообще с Королевым не ладили Артем ненавидел шефа вечно негодовал что Зуев соавтор всех публикаций ну вообще так принято и кроме Королева никто не возмущался Галина Николаевна у нас кажется проблема некий интернет-блогер Барыкин выпустил видеопост вам стоит посмотреть а теперь про обезьян про которую трещат во всех СМИ вы будете шокированы но власти скрывают что она заражена смертоносным вирусом весь город на грани эпидемии а если а если вирус вырвется за пределы города тогда весь мир ждет смерть весь мир несколько жилых домов где все жильцы заражены вирусом уже на жестком карантине а власти готовят огнеметы чтобы уничтожить зараженных и остановить эпидемию наша цивилизация очень скоро как вы ее знали может прекратить свое существование надо срочно задержать этого блогера и дать в СМИ новые данные о том что самое безопасное для граждан оставаться дома у этого блогера как его там выяснить источники информации уже тысячи просмотров и перепостов удержать все в секрете точно не получится да слушаю только этого нам не хватало ФЭС расследует дело о смерти двух сотрудников НИИ микробиологии и генетики заведующий лабораторией Зуев и лаборантка Цветкова погибли от смертоносного вируса накануне они участвовали в опыте с обезьяной обезьяна сбежала а третий участник эксперимента Королев исчез ФЭС опасается что обезьяна заражена вирусом продавец шурмы обслуживал клиента откуда ни возьмись появилась обезьяна и схватила готовую шурму обезьяна укусила попытался отнять готовую продукцию тут она его и тяпнула смотри что у нее висело на шее ничего себе диктофон да шурму подавцу отвоевать не удалось а вот диктофон сорвало я думаю обезьяна далеко не могла уйти тем более что она плотно закусила ее надо срочно поймать не дай бог еще кого-нибудь укусит думаю поиск надо начать отсюда искать везде в подвалах на деревьях требуется подкрепление проинструктировать у людей чтобы соблюдали строжайшие меры предосторожности да при обнаружении разрешаю эту обезьяну дистанционно усыпить на диктофоне пота жировые королева обезьянка при подвеге прихватила любимую игрушку хозяина и пальчик зуева обезьяна явно подражала своему хозяину ничего сейчас восстановим что она там затерла вирус зет может стоить миллионы решил таки продать вирус как раз симпозиум в Швейцарии но Зуев послушал диктофон узнал о планах королева и тот был вынужден убить шефа заразив вирусом да но почему Зуев сразу не сдал королева своим безопасником и КОНЕЦ В крови обезьяны – вещество, вызывающее голод и агрессивность. А в злобере специально, чтобы кусалось? Проверим-ка кровь этого примата на антитела к вирусу. Галина Николаевна, нашли мы этого горе-блогера Барыкина. В его блог выложено видео, на это стоит посмотреть. Ко мне в руки попал эксклюзивный материал. На видео – виновник эпидемии. Давайте посмотрим. Но спросим себя, неужели властям и сейчас все сойдет с рук? Я не хотел. Я не хотел, чтобы вирус вырвался на свободу. Все, все вышло из-под контроля. Это моя вина. Только моя. Так, Барыкин, откуда у тебя информация о вирусе? Да позвонил какой-то мужик с левого номера. Ну, я по его наводке съездил. Ну, по адресу, который он назвал. К дому Цветковой? Наверное. Смотрю оцепление, люди в костюмах от биозаражения. Ну, я и начал снимать на видео. Мой долг – сообщить людям правду. Апокалипсис близок. Слышь, всадник апокалипсиса, ты где взял видео с Королевым? Видео? А, да прислали по почте полчаса назад. Да и вообще, я – звезда. В моем блоге миллион просмотров. Так мы все умрем, Барыкин. В конец света близок. Вирусы мутируют, меняются. Вакцины нет. Всему конец. Номер мужика, звонившего блогеру, пробили одноразово. Может, сам Королев и звонил? И зачем это ему? Не знаю. Может, совесть заела. Вот решил остановить массовую эпидемию. Но анонимно. Блогеру прислали видео вот отсюда. Пустырь. Очевидно, использовался внешний модем для ноутбука. Пустырь? Похоже, подальше от людей забрался. Чтобы больше никто не пострадал. Не поздновато ли? У Королева гуманизм проснулся. Опять кровь из глаз! Вирус! Понял, что улики против него. Ты решил поклонить с собой? Санитарий! Забирайте тело! В ноуте нашего безумного гения-вирусолога нет никакой инфы по продажу вируса. Может, удалил? Следы, словно затерли веткой от дерева. А вот тут затерто не полностью. Смотри-ка, узкая часть протектора. Велосипед? Если он был на велосипеде, то где этот велосипед? И зачем затирать следы? А? Тот же самый вирус. Уже начинай привыкать. Не дай бог. Время смерти Королева три часа назад. К моменту обнаружения температура трупа упала настолько, что вирус в нем погиб. Везение продолжается. Но есть странность. Ты чего? Готов результат анализа обезьяны. Она здорова. А значит, укушенный продавец шауром и здоров. Но как-то заразились Зуев и Цветкова. Это несчастный случай. Вирусом их заразили. Зуева прямо через укус. И Цветкова через царапины на руке. И всех одежда в биокостюмах. Как будто и чумной какой-то. Черт-то вы правил. Дальше я сам. И проверьте противостолбнячную сыворотку. Вдруг просроченную. С инфекторами по безопасности еще замучаемся объясняться. И никому ни слова о том, что произошло. Узная, что кто-то проболтался, лишу премии всех. Царапины на руке мы касаемся человека. Мы тоже приматы. У нас ногти. Для того, чтобы Зуев не вызвал помощь при симптомах заражения, его оглушение. А почему преступник не дождался смерти Цветковой и дал ей возможность позвонить? За всем случившимся стоит кто-то из лаборатории. Только у них был доступ к вирусу. Но Королев ли это? Что-то я сомневаюсь, несмотря на его видеопризнание. Во-первых, он сам мертв. А во-вторых, кто-то оставил рядом с пустырем велосипедный след. Даже если Королев и хотел избавиться от Зуева, не было никакого смысла убивать Цветкову. Единственную девушку, обратившую на него внимание. Возможно, Королев не покончил с собой, а его как-то вынудили записать этот ролик. Есть новости. На руках Королева проступили следы. Похоже, он был связан. И убийца ждал рядом с ним наступления смерти. А потом отправил заранее записанное видео, отрезал веревки и скрылся. Видимо, на велосипеде. Но все сотрудники Зуевской лаборатории были под надзором, когда Королев записывал свое видео. Значит, у преступника был сообщник. Какая-то сложнейшая комбинация. А мы даже не знаем, в чем цель преступников. Три трупа и ни одного подозреваемого. Возможно, убить хотели только одного, а остальных для отвода глаз. Полгода назад дочь Зуева погибла в ДТП. Он и пить из-за этого начал. Нет ли тут связи? Забрал улики из архива по делу Зуева. Держи. О, подушка безопасности сработала. Надежда погибшей. Волосы одежды погибшей ей не принадлежит. Он мужской. Сейчас проверим на совпадение. Перпатрон подушки безопасности поменяли на более мощный. Пока преступник химичил, оставил на подушке свой волос. При срабатывании девушка раздробила грудную клетку. И волосы печатала ей в грудь. Защелка ремня сломанная не фиксируется. Это убийство. Есть совпадение по ДНК. Как мы и подозревали. Катастрофу подстроил сотрудник Зуевской лаборатории. Разрешите? Нашел лекарство, съешь таблетку, будешь голодная и агрессивная. Ну вот, с мотивом теперь все понятно. Угу. Убить хотели именно Зуева. Сначала убили его дочь, а потом его самого. Приносим свои извинения за столь суровый мир, и вы свободны. Филипп Францев, вас мы попросим задержаться. Я не могу, мне надо домой, у меня сестра инвалид. Ну да, ей сейчас особенно непросто. У нее на днях папа умер. Филипп Матвеич, у вас с сестру Анфисой одна мать, но разные отцы. Отец Анфисы Станислав Зуев, так? У вас в квартире обнаружен препарат, которым вы обозлили обезьяну. Ваш волос найден на автомашине, в которой разбилась дочь Зуева. А велосипедный протектор на месте гибели Королева на самом деле след инвалидной коляски. Вам будет предъявлено обвинение в убийстве четырех человек. Дочери Зуева, самого Зуева, Артема Королева и Инны Цветковой. Вашей целью было убить Зуева, чтобы его вторая дочь получила наследство. Профессорскую квартиру, которая досталась Зуеву от отца, накопление... Зуев бросил мою мать, когда она была беременна. Хотя обещал жениться, морочил ей голову до последнего. А потом аборт было поздно делать. Мама родила сестренку, инвалида. Надрывалась на трех работах, чтобы нас вырастить. А мерзавец Зуев наслаждался жизнью. Но эти заражения несчастный случай. Ну и зачем мне убивать, например, Инку? Вы ее использовали. Подложили под Королева, чтобы подставить его под убийство. Внушили ей, что хотите продать вакцину и вирус за границу, а ее увезти в Америку навсегда. Интересная версия. Занимательная. А это не версия. Ваша связь доказана. Три месяца назад Цветкова сделала от вас аборт. Биоматериалы сохранились. Ну и ваша сестра Анфиса уже дает показания. Я не хотел, чтобы вирус вырвался на свободу. Это моя вина. Это только моя вина. Но я же не допустил эпидемии. Никто посторонний не пострадал. Даже трупы не были заражены. Кроме тела Цветковой. Я сам предупредил о биоугрозе. Помогите. Помогите. Меня заразили опасным вирусом. Умоляю. Отнесу обратно Инне. Вы не хотели эпидемии не из-за человека любия францев. В случае эпидемии унаследованная вами недвижимость сильно упала бы в цене. Я только одного понять не могу. Зачем вы обезьяну выпустили? Она сама сбежала. Вместе с диктофоном, который я оставил рядом с Суевым. Как улику против Королева. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Королев примчался к Инне после смс-ки, которую мы отправили с ее телефона. Но застал труп. Мы-то надеялись, что его задержат прямо там и посадят. Но он запаниковал и свалил. Пришлось импровизировать. Повезли на пустырь и... Зачем его блогеров путали? К чему весь этот бред про эпидемию? Самоубийство Королева в данном случае выглядело бы правдоподобнее. Я ненавижу биологию. Но Зуева я ненавижу еще больше. За то, что он свел маму в могилу. Я выучился. Устроился в ней, чтобы добраться до мерзавца. У нас с сестрой разные фамилии. У меня по отцу, а у Анфисы по матери. Поэтому Зуев ничего не заподозрил. Но вирусологией вам какое-то время заниматься не придется. Прижайшие лет пятнадцать вы проведете в местах, где из-за низких температур риски биоугроз минимальны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...